Привет, ребят! С вами опять я, Полина Червова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полины Червовой». Под последним видео вы поставили очень много плюсов, и я поняла, что вы хотите узнать продолжение про глагол get. В прошлом видео я вам рассказывала об основных значениях глагола get, как правильно его использовать и в каких смыслах и значениях его можно применять. Если вы вдруг не смотрели это видео, я оставлю ссылку в описании к этому, обязательно пересмотрите, это очень важно. А сегодня наше видео будет совсем не длинным, достаточно простым, но очень важным. Сегодня я вам расскажу, как правильно использовать глагол get с прилагательными. Если вы умеете использовать глагол get с прилагательными, если вы используете это в своей речи, конечно же, то ваш английский поднимается на ступеньку выше. Вы говорите уже не как первоклашка, а как опытный English speaker. Так что, если вы хотите говорить на английском естественно, натурально, как настоящий native speaker, то давайте смотрите видео и прокачивайтесь. Итак, как же использовать глагол get с прилагательными? Смотрите, тут несложно. В данном случае глагол get показывает на изменение нашего состояния и может переводиться как становиться или стать. Например, I am hungry, я голодная. Здесь у нас прилагательное to be hungry, да? То есть, если я говорю I am hungry, это в настоящем времени я голодная. Если я говорю I was hungry, я была голодной. А как же сказать я проголодалась? Я стала голодной. I got hungry, то есть I got hungry, это я проголодалась. Предложение составлено в past simple. Если вы уже не новичок, то давайте для вас составим в present perfect. I have got hungry, то есть я стала голодной или я проголодалась. Следующее. To be tired, быть уставшим. I am tired, я устала, то есть я уставшая. I am tired, I don't want to do anything. Я уставшая, ничего не хочу делать, да? I was tired, я была уставшей. Например, yesterday evening I was tired and decided to stay home. Вчера вечером я была уставшей и решила остаться дома. Yesterday evening I was tired and decided to stay home. А если я скажу я устала, то есть я стала уставшей, да? Но состояние изменилось. Я говорю о контрасте, то есть я не была уставшей и тут я стала уставшей. Опять, I have got tired или просто I got tired, если вы не знаете время present perfect. Либо вы можете использовать глагол get с прилагательным, но в настоящем времени, то есть это тоже возможно, не обязательно все использовать в прошедшем. Давайте возьмем слово dark, темный, да? Например, я говорю it is dark outside. Если я скажу it gets dark early in winter, то есть становится темно рано зимой. То есть зимой раньше темнеет, да? It gets dark early. В данном случае get в настоящем времени, в present simple, да? Если вы сейчас идете по улице и тут при вас прямо темнеет, то вы говорите То есть сейчас темнеет, пошли домой. Либо вы можете сказать то же самое со словом hungry. Вы сейчас чувствуете, что вы становитесь голодным, да? То есть у вас в процессе этот момент. И вы говорите I'm getting hungry, let's go somewhere, да? Я что-то становлюсь голодной, давай пойдем куда-нибудь. Также глагол get можно использовать со словом married, например. To be married – это быть женатым или быть замужем. Я могу сказать I am married – я замужем. Либо he is married – он женат. А если я скажу we've got married – мы поженились, да? We've got married – present perfect. То есть я опять говорю, что мы стали женатыми дословно. Либо я могу использовать эту связку во времени present continuous, когда, например, мы говорим о том, что мы точно что-то сделаем в будущем. Да, это стопроцентный план. То мы можем использовать здесь present continuous. We are getting married tomorrow. We are getting married tomorrow. То есть мы женимся завтра. Тут у нас время present continuous, и мы говорим о том, что мы завтра точно что-то сделаем. Давайте еще обсудим несколько примеров get с прилагательным, и вы пойдете отдыхать. То есть вообще слово get используется с бесчисленным множеством прилагательных. Сегодня я пыталась вам перевести примеры на самых популярных. Например, мы можем сказать get better – становиться лучше, да? Например, my English is getting better – мой английский становится лучше. Либо я могу сказать my English is getting worse – мой английский становится хуже. Например, если вы не занимаетесь две недели, вы можете сказать When I have breaks, my English gets worse – когда у меня есть перерывы, мой английский становится хуже. Например, вы можете еще сказать When I get hungry, I get angry – когда я становлюсь голодной, то есть я становлюсь злой. When I get hungry – когда я становлюсь голодной, I get angry – я становлюсь злой. Или, например, популярное get ready – приготовиться, собираться. Очень часто мне пишут ученики, как сказать по-английски, я собираюсь на работу. I am getting ready to work. I am getting ready to work. То есть get ready – это становиться готовым, да? То есть это собираться. Я собираюсь на работу. Например, get ready to leave in five minutes. Приготовься, уйти через пять минут. Get ready to leave in five minutes. Приготовься, уйти to leave in five minutes. Через пять минут. Отлично, ребят, я надеюсь, что это было несложно и вполне понятно. Самое главное, что здесь нужно запомнить, что глагол get показывает нам на изменение нашего состояния. Оно либо может быть в прошлом, либо может происходить сейчас, либо может быть регулярным действием. Как, например, зимой всегда рано темнеет, то есть становится темно. Вы можете здесь переводить глагол get, как становиться. Не всегда это будет уместно в русском, да? Но дословно, если вы будете так переводить, то вам будет проще. Пожалуйста, начните использовать глагол get и обращать внимание на такие моменты. Если видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Тогда мы всегда с вами будем на связи, и вы будете получать два раза в неделю видео про английский язык от меня. Также приходите участвовать в марафоне «Заговори на английском за один месяц», я помогу вам разобраться в грамматике, помогу вам заговорить на английском, прокачать ваш словарный запас и расскажу еще много других секретов изучения английского языка. Разница между словами или правильное использование времен. Обучение на марафоне отличается тем, что все правила я объясняю супер доступным и простым языком. Я не использую сложных терминов, я не даю лишней совершенно ненужной грамматике. Только самая нужная грамматика, только разговорные выражения и только живая речь. Поэтому, если вы хотите заговорить на английском, welcome! Я буду очень рада видеть вас на обучении. Количество участников на марафоне всегда ограничено, поэтому, пожалуйста, не откладывайте в долгий ящик и поторопитесь. До новых встреч в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!